Тайсон Фьюри приступил к подготовке к следующему бою, который с большой долей вероятности станет реванш против Донтеа Уайлдера. На своей странице в инстаграме британец опубликовал видео занятия в зале и написал философские слова. Многие говорят, немногие делают. Журналист западного журнала The Ring Майкл Монтеро прояснил ситуацию с расследившим промоутерой Геннадия Головкина Тома Лефлера, журналистом Денном Рафаэлем. В Ден Рафаэле кто-то спрашивал о Triple G и о его контракте, и Ден Рафаэль ответил, он очевидно не подписал, и это говорит Леффер, а он с ним больше не работает. Так вот, Ден Рафаэль, который является уважаемым членом боксерских медиа, опубликовал это как факт, что Головкин больше не работает с Леффером. В этом проблема, потому что после этого все любители кликбейта, все фанатские каналы, все эти парни взяли эту информацию и использовали Ден Рафаэля как источника, чтобы написать различные статьи и посты на некоторых порядочных боксерских медиа каналах и веб-сайтах, так что это большая ошибка со стороны Рафаэля, которого по большей части я уважаю. Я уважаю Дена Рафаэля, и для него публиковать такое в Твиттере было безответственно. Камил Истефан, промоутер Давида Лемея, заявил, что его клиент нацелен на поединок с Аулем Альваресом. «Мы постараемся сделать этот поединок, который может состояться в мае. Это наша главная цель. Сейчас это наш план А, но мы еще не говорили с представителями Golden Boy Promotion об этом или других потенциальных соперников. Давид хотел бы драться, хотя у него были определенные проблемы со здоровьем». Российский боксер тяжелого веса Александр Поветкин ответил на недавнее обвинение в трусости, выдвинутые ему британцем Гиллианом Уайтом. Ответ Александра был, как всегда, сдержанным. «С какой стати Уайт называет меня трусом? Я лично понять не могу. Все идет по плану, повторюсь, с боксом завязывать не собираюсь. Готовлюсь к поединку, надеюсь, мой следующий бой состоится в апреле. А кто будет моим соперником, мне не важно». Японский боец ММА Тиншин Насукава, который недавно иронично или серьезно вызвал на бой Конор МакГрегор, ответил ирландцу у себя в твиттере. «Уважаемый мистер МакГрегор, большое спасибо за то, что запомнили мое имя. Для меня большая честь, что вы подумали сразиться со мной. Возможно, мы свидимся в ринге по правилам кикбоксинга. В 58 килограммов в ближайшем будущем», – написал Тиншин. Сегодня представители UFC официально подтвердили, что Волкон Оздимир и американец Доминик Рейс пройдут поединок на турнире UFC on ESPN 5+, который состоится 16 марта в Лондоне. Также портал MMA Fighting подтвердил предварительную информацию о том, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор До Сантос и американский панчер Дерек Льюис возглавит турнир UFC Fight Night 146 в Вичите, штат Канзас. Чемпионка UFC в минимальном весе Роус Нома Юнос проведет поединок Джессика Андранде. Их бой состоится 11 мая на турнире UFC 237 в Бразилии. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.